Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Так что, иначе стоит Минус И ,E здесь Минус И ,E здесь И здесь Это всего лишь единица Значит, E квадрат Просто, E квадрат Ну, здесь стоит D Д Ну, D4B Будем пользоваться размерностной регуляризацией Чтобы как-то вы Мы не будем писать ZD, V, или два петра, в D, на тропе сидеть D, а здесь стоит спутник, или трейс какому угодно, V со шляпой, плюс N, иду по этой линии впротив стрелки, а здесь стоит gamma nu, здесь стоит P, со шляпой, минус K, плюс N, gamma nu, вот такой вот трейс, здесь стоит P квадрат, минус M квадрат, плюс N, да, ну и что, здесь теперь надо вычтить трейс, правда, еще стоило бы сразу сказать, когда мы говорили о размерностной реабилитации, что в этой реабилитации заряд, голый заряд, да, он имеет размерность, да, нет, почему? Ну, потому что, как вы понимаете, размерность, вспомним, чему равна размерность базонного поля, ну, размерность, скажем, реформагментного поля, чему она равна? Если мы имеем, как любят считать, единицей массы, единицей массы, что у нас есть? Если у нас интеграл стоит, действие безразмерно, интеграл D, D, X, действие стоит, да, вот и вот M в степени минус D, M в степени минус D, где это размерность пространства времени, а дальше стоит что? r в квадрате. Что такое r в квадрате? r в квадрате. r в квадрате, да. r в квадрате. r в квадрате, да, д в квадрате, да? Это не изменяется, да? Это меню в квадрате? Да. И так что мы имеем? Размерность А это есть m в степени d-2 пополам. Ну, если d-2 на 4, то эта размерность, естественно, равна единице. Размерность единице равна. Теперь, а чем размерность psi? Тут точно так же, это с m в степени... А, ну как, не так опять. Значит, говорим, m в степени минус d. Это отыграла такая размерность в 10 единице. И смотрим, скажем, на массы, начнем. Плюс 1. Прямо psi в квадрате. Это равно единице. Отсюда равно psi. Это равно m в степени. d-1 пополам, да? Что это такое? Три вторых размерности, да? Три вторых размерности. А ну, вообще-то могли бы дальше... На самом деле, можно было бы обойтись и без размерности psi. Сейчас сообразим. Что нам нужно? У нас есть член е единорчика, да? На psi с чертой, на psi на а. Вот такой член. И он должен быть безразмерным, да? Ну, не он сам по себе, а умноженный еще на ddx. Он должен быть безразмерным. Ну, значит, можно так сказать. Мы уже потребовали, чтобы был безразмерным член вот такой. ddx, а здесь идет m на psi с чертой psi. Это такое уже потребление, да? А значит, размерность e0 на а должно иметь ту же размерность, что масса. Да? Да? А значит, e0 должна быть размерность e0. Должна быть масса и деленное это вот, минус вот эта размерность, да? И что получается размерность? Это есть масса в степени d-4 пополам, да? d-4 пополам, что ли, да? d-4 пополам, это есть масса, а размерность веетная масса, веетная масса. Вот так. Неправильно. 4 минус D пополам. 4 минус D пополам. Размена сменок это 4 минус D пополам. Данное. Можно и по-другому подойти к этому вопросу. По-другому на самом деле. Вот здесь у нас средний номер квадратии. Теперь смотрим. Размерность. Вот мы интегрируем, значит, интегрируем. И здесь лишнее по сравнению. Мы знаем, что при D равном 4, это вот безразмерная величина. Правильно? Что у нас изменилось? Изменилась только вот лишняя размерность. Лишняя размерность появилась здесь в интегрировании. Да? Интегрирование появилась. Лишняя размерность. Какая лишняя размерность? Д минус 4. И вот лишняя размерность должна убиваться размерностью ядовь квадратия. То есть ядовь квадратия должна иметь размерность 4 минус 5. Это тоже самое. То же самое. Другой взгляд. То же самое вещь. То же самое величину. Ну вот и надо понимать, что, значит, есть. Когда мы пользуемся размерным структуром, у нас полный заряд, значит, имеет размерность. Ну, для того, чтобы перейти к безразмерному, яско, что нам нужно, физический заряд у нас должен быть безразмерным. И мы, значит, говорим, что пять между полным и физическим зарядом не просто есть константа, но есть еще размерность параметра на константу уже безразмерной. То есть я говорю, что это есть е в квадрате. Нам в ню в степени 2 левсово. Где? Д равно, чем равно у нас? Д равно 4 минус 2 левсово. Ну и тогда вот это вот размерность структур сокращается здесь и здесь. Все? Все нанесертное. Все безразмерное. Вот так. Вот так вводится этот параметр, мю, массовый параметр мю, в размерность регулизации. И надо сказать, что этот параметр мю, он играет роль в размерности регулизации, он играет роль в точке переномировки. Точник под... Дальше мы увидим как... Дальше мы введем по ряде... Переномировки... Как это называется? МС. Минимал Сабстрактин Сим. У нас есть МС. Способ переномировки. И МС в вертове. В размерность регулизации. Вводится МС. И МС в вертове. Переномировка. Как вы помните? Экономировки. Они эквивалентны вычитательной процедуре некоторой. Помните? Мы вычитаем. При переходе к... От... Так... Голых масс и зарядов. Что мы делаем? Мы делаем вычитание. Вот с поливизационным оператором делаем вычитание. Так, чтобы он занулялся, скажем, в канзовой векторинерике. Использует схему переномировки на базовой поверхности. Так, чтобы P от нуля было равно нулю. Но мы обсуждали, может, и по-другому делать вычитание. В общем-то это... По-другому делать вычитание. Это дает просто... Переопределение. Заряды и массы. Ну... Определение физического заряда и массы. Это... В каком-то смысле условная вещь. Особенно в квантной хромодинамике. Ну ладно. Это так. Фиорическое отступление. Теперь надо делать... Практические вычисления. Теперь... А как же вычислять? Ведь у нас вот размерность не 4. И как же вычислять шпур? А вычислять шпур точно так же. В этой... Размерность у нас сохраняет соотношение, которое позволяет вычислять шпур. Гамма-мю, гамма-мю, да? Антипомутанты. Да? Равно 2,1,2. Это соотношение в размере стерегулизации остается. И благодаря ему шпур вычисляется. Ну правда. Благодаря этому за отношение все шпуры сводятся к шпуре от единичной матрицы. Чему равен считать шпур единичной матрицы? Это вопрос, опять же, условный. Как хотим, так и считаем. Можем по-прежнему считать 4, а можем и не 4 считать. Все это уйдет у нас в какое-то переопределение заряда. Так. Ну мы будем считать 4 шпур единичной матрицы. Тогда этот шпур... И вот будет этот район шпур. Этот шпур будет... Я напишу здесь 4. А здесь шпур на 4. И сразу вычислю этот шпур на 4. Я думаю, что вы согласитесь, что это будет P-M. P-K-M. Плюс P-M. П-K-M. И плюс... Минус... 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 Минус М... Ага. Минус М квадрат... Минус... 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 Минус ... А это P на P-K. Так, P до P-K, нажать ню. Согласны, нет? Ну, спушить еще напишу, это есть P со шляпой, плюс n, гамма ню на P со шляпой, минус K со шляпой, плюс n, гамма ню. Когда берем шкуру от четырех матриц, что у нас? Бета с этим, бета с этим, наоборот, и со знаком минус, бета с этим, бета с этим. А когда m квадрат, то это просто m квадрат, даже меню, что я и написал, да? Все это правильно. А также надо начать инстеграл. Как выставляются инстегралы? Я уже говорил, с ферменской полиэнтеризацией, да? С ферменской полиэнтеризацией мы сводим все инстегралы к одному линду, к стандартному. Ну, здесь вообще есть общая полиэнтеризация, когда мы делим x делить на а1 в степени альфа 1 на n в степени альфа n. Этот фермен держим как гамма от а. А inf – а у а это сумма всех альфа n. И 1990 гамма на произведение. Гамма от а у аир. а здесь стоит инфеграл произведения dx а здесь x' в степени агвазита минус 1 а здесь стоит дельта функция 1 минус сумма x' а здесь аинта x' в степени агвазита вот такая есть формула, знаете такую же? давал я вот ее, правильно? или нет? давал? нет ну хорошо, вот сейчас дал, видите? очень могучая формула все позволяет сделать ну так, потому что реальность от нее потому что у нас всего два агвазита равна единице все агвазита на все два множителя показатели равны единице, поэтому это будет значит, просто интеграл от dx интеграл dx от 0 до единицы а здесь стоит b минус х квадрат минус n квадрат но я напишу плюс и ноль на x плюс b квадрат минус n квадрат плюс и ноль на единицы минус х да? и все это в квадрате все это в квадрате ну в чем так почему удобна эта параметризация? как вы сами должны понимать что благодаря этой параметризации здесь вот стоит каждый из этих множителей содержит квадрат импульса квадрат импульса по которому ведется интегрирование вот в данном случае у нас вот стоит p квадрат поэтому по p идет интегрирование а если посмотрим так вот ну и каждая сумма всех х равна единице поэтому при квадрате вот этого импульса множить получается равина единица вот у нас ну а там есть еще чрезvine линейная по импульсу интегрирование там множители конечно хорошо не равны единице но важно то что при квадрате при квадрате при квадрате множить равен единице и что мы получаем здесь? Здесь мы получаем, значит, следующее, p квадрат, минус 2k на p на x, правильно, и минус m квадрат, правильно, и плюс k квадрат. k квадрат на x, да, k квадрат на x, и плюс ироника. Правильно? Ну, я думаю, правильно. n квадрат, так же как и b квадрат, входит в оба знаменателя, x плюс е, минус 2k равно е, входит только в отец, минус 1k, минус 2k, минус 2k, минус 2k, минус 2k, минус 2k. Все правильно. Вот, теперь, как же проводится интегрирование вот таких вот выражений? Вот таких выражений. Есть такая форму, которую я, по-моему, вам все-таки давала? Вы же хотите, опять будете отрицать, но я думаю, что я давал уже форму, которую вот так вот. Инеграмма, d, d, p, d, m,p, делить нам, p квадрат, минус 2, ну, я напишу, ну, я не знаю, n, что ли? Это какой-то импульс, d на p, да? 2k, минус 2k, плюс r2k, плюс и 0k. Теперь я, и еще, напишу я, так, интеграл d, d, p, здесь пишу множитель, деливиться на 2k, d напишу, и еще и множитель напишу, да? Зачем я написал эти кнопки и? А вот, как я уже говорил, как проводится интегрирование? Мы делаем нефлидовский поворот, да? Здесь же у нас есть полюса по p0. Делаем интегрирование по p0. Есть полюса, которое, ежели мы находимся в нефизической области, а интегралы удобно вычислять, когда мы находимся в нефизической области, в данном случае это означает, что k2-3, k2-3, и k2-3, нам удобно вычислять эти кнопки. Кроме, ежели k2-3, то поворота находится вот здесь и вот здесь. Мы так вот, в контур интегрирование, значит, вот так идем. Мы его разворачиваем, он разворачивает. Помимо c, проводим интегрирование, можно проводить. При развороте мы не перечекаем никаких особенностей, поэтому разворот можно проводить. Значит, а потом переходим к, вместо интегрирования по p0, переходим к p0, говорим, равно i на p4. И все, тогда интеграл уже у нас становится иф-плинусским. Иф-плинусским становится интеграл. И вот, ответ для этого иф-плинусского интеграла, это следующий. Минус-минус в стяге альфа. А чем минус единица в стяге альфа? Ну, потому что при повороте, когда вот этот иф-плинусский интеграл, то у нас здесь стоит, вот видите, здесь, ну скажем, забудем про это. Здесь стоит p0 в квадрате минус по вектору в квадрате. Значит, p0, говорим, что это равно i,p4, в результате у нас получается минус положительное выражение. Минус p4 в квадрате минус p вектор в квадрате. И вот это минус единица отсюда появилась. Дальше. Здесь кончилилики в стяге альфа. Альфа минус d пополам. Ну, это, это, отинтегрировано по углам появилось это. Здесь есть гамма альфа минус d пополам. Вот это гамма можно предсказать. Откуда это можно предсказать? Ясно, что когда альфа раздло d пополам, то интеграл у нас логарифмический. Расходится логарифмический, расходится на верхнем пределе. Вот здесь понятно. Здесь стоит гамма альфа минус d пополам. А здесь стоит гамма альфа. Труднее тут сказать так же, как и вот этот. Это понятно, это понятно. Это немножко требует работы, вычисления. Но вы хотите верьте, хотите проверить. А здесь, значит, стоит гамма альфа минус 3 на что? На r квадрат плюс... Что лучше написать? Нет, я лучше здесь минус запишу, да? Минус запишу. Тогда будет r квадрат плюс l квадрат. Плюс и ноль. Минус и ноль, пардон, минус и ноль. Минус и ноль теперь, да? Мы на знак изменим, потому что знак изменим, вот. Здесь минус единиц степени альфа вытащить. Какой стипет, естественно, по размерности альфа минус d пополам. Вот. Альфа минус d пополам. Вот. Это конституция. Да? Вот. По размерности опять же. Ну вот такой интеграл у нас. И это, как сказать, интеграл, который... Базовый интеграл. А какие еще бывают интегралы? Кроме таких вот. Вот. Здесь что у нас происходит на степени? Да? Ну кроме таких, бывают еще интегралы с импульсами в числителе. ПМЮ, например, да? ПМЮ. Или ПМЮ-ПМЮ. Да? Как их можно получить? А их можно получить дифференцированием вот по L. Берем дифференциал по L. Их вместе обменяются и меняются. Ну, это же для произвольных альфов. Поэтому мы получаем дифференцирование по L все интегралы. Но нам понадобится обои интегралов. Вот какой интеграл? В квадрате, да? В квадрате. У нас стоит в квадрате. И здесь стоит, когда здесь никакой минус единицы не надо. А здесь альфа 2 минус 2 пополам. 2 минус 2 пополам. А что такое 2 минус 2 пополам? Ну ладно, я решу. 2 минус 2 пополам. А здесь гамма от альфа, это что твой гамма от альфа? Это 1, правильно? Гамма от альфа, это 1. А здесь стоит вот в степени опять R ваза, Ну, что у нас? Теперь R квадрат. Что такое R квадрат? Значит, R квадрат, это у нас... То есть у нас тут получается R квадрат. x на единиче минус x плюс 0. В степени 2 минус 2 кукова, да. Вот это, так сказать, базовый интеграл. Такой, да. Базовый интеграл. Я уже напишу здесь. Здесь у нас стояло, что у нас? Где-то L. L мы заменили на PX, правильно? L на PX. А L квадрат заменили на L квадрата. Заменили на L квадрата. Минус 2 квадрата F. И помышли вот это вот движение. Вот. Ну вот. Да. Ну, на что это стоит обратить внимание? Ну, то, что интеграл расходится при D равно 2, это естественно. Это та самая ульюфмическая расходимость, о которой мы не говорим. Более того, мы увидим. Ну ладно. Та самая ульюфмическая расходимость. Значит, ну вот еще на что обратить внимание надо. Вот этот минус E0. Этот минус E0, а где он у нас возник? Ну, из правил Фельмана, да. Из правил Фельмана он возник. Но что мы можем заключить? Смотрите. При K квадрат меньше нуля, мы можем на это минус E0 наплевать, правильно? На это минус E0. Потому что компонент отрицательный. Здесь все положительная величина. И даже более того, когда здесь минус E0 нам нужно только тогда, когда вот эта величина обращается в ноль. Для того, чтобы... Ну тогда у нас, значит, есть эстегулянтность, и мы должны правил отхода ее установить. А когда эта величина начинает обращаться в ноль? Ну, кто сходу скажет? При каких квадратах можно обращаться в ноль? А? 4 квадрата. Начинается с 4 квадрата. Больше чем 4 квадрата. Что же мы можем сказать? Мы можем сказать, что вот эта величина, это интеграл. Ну и весь полиэкционный оператор то же самое, потому что мы можем получить его дифференцирование. Да? Сумма не видит. Вот здесь появляется особенность. Прямая часть появляется у него. Вот здесь, в этой области, когда K квадрат меньше чем 4 квадрата. K квадрат меньше чем 4 квадрата. Этот полиэкционный оператор у нас вещественный. Ну, на вещественной оси. Говорят, это вещественная функция, да? Более того, можно так. Какая функция называется вещественная? Это если F от Z, Z это комплексный переменный, сопряженный, равно F от Z сопряженный, да? Вот. Какой у нас этот интеграл и, значит, полиэкционный оператор представляются вещественной функцией с разрезом, который начинается от 4 m квадрата. Ну, это... Почему появляется разрез при... Как вы говорите? Больше чем 4 квадрат? Мы уже говорили. Этот разрез диктуется в соотношении монетарности, да? Потому что по соотношению монетарности у нас мнимая часть амплитуды есть там... Ну, как... S, F, I... Мнимая часть амплитуды рассеяния это и есть там сумма по промежуточному состоянию произведения амплитуд. Да? Ну, нужно... Нужно промежуточное состояние. Чтобы появилось... Не мешать, нужно промежуточное состояние. И здесь промежуточное состояние, вот оно, видно, что появляется, когда... Кмадрат больше чем 4 m квадрат, чтобы было... Возможно... Рождение двух парт вот этим патоном. С этой патоном. Рождение двух частиц. Пар частиц. Пардон. Ну вот. Значит. Теперь. Берем. Правда. Нам нужно не только интеграл еще вычислить. У нас есть еще другие члены, да? Другие члены. Вот члены линейные пока. Ну, члены линейные пока... Я... Давайте я вот... Не буду ничего писать. Я буду так... Напишу здесь. Вот или нет, я так вот писал. Какие у нас члены есть? Здесь единица. П. Ну. И пойми-пойми. Пойми-пойми. Вот такие члены есть у нас. Вот с единицы здесь... Я начну здесь множные. Единицы. С единицы я выписываю. Правильно? С единицы. А что у нас тут наше члены с Пу? Ну, понятно. Вот эта вот величина записывается как П минус П в квадрате, да? П минус Р в квадрате, да? И плюс... И минус Р в квадрате. Правильно? Минус Р в квадрате. Ну, правда, у нас уже не в качестве... Давайте уже... Наш, что ли, случай... Да. Уже не будем. Здесь уже у нас стоит П квадрат минус 2КПХ, да? И минус Р в квадрате. И здесь плюс К квадрат на Х на единицы минус Р в квадрате. И плюс Р в квадрате, на самом деле, да? Ну, я уже здесь не написал эти выражения, поэтому я здесь напишу. Ещё раз. А! Уже... Плюс К квадрат Х. Плюс К квадрат Х. Вот у нас что стоит. Ну, здесь я давайте напишу как П минус КХ квадрате. А здесь плюс М минус М квадрат плюс К квадрат Х на единица минус Р в квадрате. Да? Вот так вот. Ну, понятно тогда, что если здесь будет член П-Ню, я напишу его как П-Ню минус КХ и плюс КХ, да? То это будет плохо. Почему? Ну, потому что я перехожу к этой новой переменной, и это интеграл как причёсный фонус, это ноль. Поэтому, значит, этот интеграл, он тривиальный, это просто К-Ню на Х, мне он даёт. Вот этот интеграл более сложный. Потому что... Почему он более сложный? Потому что кроме члена К-Ню, К-Ню на Х квадрат, естественно, да? Ну, опять же, я делаю такую же сдвижку, да? Такую же сдвижку сделаю. И получаю вот это К-Ню. Но есть ещё... Вот член... Интеграл-то вот такой... Интеграл от... Я не буду всё это переписывать... Интеграл от... Скажем, уже после сдвига... П-Ню. П-Ню делить на П квадрат плюс там... П-С, да? Все гениально. Этот интеграл не равен ню. Равен... Этот интеграл не равен ню. А? Вот... Почему? Уже после сдвижки интеграл... Ну, я же я заберу П-Х. П-Х, он не будет равен ню. Потому что он... Ну, как её вычитать? Ну, очень просто вычитать. Это интеграл... Вот такой интеграл. Ясно, что вот... Какова его тенсорная инфраструктура? Какая у него тенсорная структура? А? Ну, Ж-Ню, Ж-Ню. Ж-Ню, больше ничего. А всё уже? Уже всё. Я заберу всё Ж-Ню, Ж-Ню. Ж-Ню, Ж-Ню. Значит, говорим, что это Ж-Ню, Ж-Ню. А дальше говорим... Дальше говорим, что это С на Ж-Ню, Ж-Ню. А? И что нам нужно? С-Х, коэффициент. А как мы его вычитали, коэффициент С? Заворачиваем опыт с Ж-Ню. Получаем, что С равно одна единица на Д. Поскольку свёртка Ж-Ню и Ж-Ню. А Ж-Ню это единственное равно Д у нас. Да? Единственное Д вот это интеграл. А этот интеграл уже всё. Ну как-то его пишут. В квадрат плюс С и минус С и это тот же самый интеграл, как и раньше. Никаких проблем здесь нет. Поэтому, значит, я завтра напишу ответ. Ох, не наврать бы. Кто быстро сообразит? Кто быстро сообразит? Какой-что будет ответ? Ответ будет следующий. Ж-Ню. А здесь будет стоять. М квадрат. М квадрат. Минус К квадрат. Х. Для единицы минус Х. Да? Вот так вот. М квадрат. М квадрат. Минус К квадрат. Соответственно, единицы минус Х. Конечно, будет стоять. А ещё, множитель будет стоять здесь. Какой множитель? Единица минус Д пополам. А здесь будет стоять множитель двойка. А здесь будет стоять множитель два минус Д пополам. Вот так вот. Ну, хотите проверки? Хотите проверки? Хотя я не верю. Ну, хоть мы увидим. Сейчас увидим, правильное написание или нет. Правильное написание или нет. Всё равно он должен у нас увидеть. Хорошо. Ну и вот и смотрим, что тогда у нас получается. В результате интегрировки. Получаем. Минус четыре где квадрат? Ну, допишу пока. Минус или двойка в целом. А? Не понял? Она сократилась. Там мой разницу вычислил. Ну, и загнал функции. Да? Ну, вы понимаете, она сократилась. Была егидица, наверное. Ну, сократилась она. Вот, если вы не хотите лет, то хотите проехать. Так. Значит, интеграл гриц. Это же реальная алгебра. Что ж? Я не знаю. Вы же грица. Я считаю, что просто теперь у вас будет оскорбление. Если я буду такую реальную алгебру. Что? До зобы. Так. 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 Ну, что у нас? Четыре пи. Четыре пи. Пусть эти две пополам. Правда? Две пополам. Правда. Давайте будем вычислять уже не а. Ну ладно. Паскан ставим. Напишем еще и так. Так только написано. Здесь напишем и. Ну, потому что у нас интеграл приспособлен к такому. Значит, напишем минус четыре и. У нас интеграль не стоит. Так. И дальше стоит гамма. А, еще я не написал. Все нужны мне гамма. Гамма на два минус две пополам. А что такое два минус две пополам? Это как два минус две пополам. Гамма на три пи. Гамма на три пи. Ну, гамма на три пи. Значит, я напишу интеграл dx. Отсотря до 1. И дальше я напишу вот это выражение. М2-к2-x-x-0 Ну, значит, что еще стоит сказать? Вот эту минус и ноль не обязательно таскать, понимаете? Не обязательно таскать. Я уже говорил, что проще как делать? Проводить, вычислять все при каком-то отмече нуля. А потом аналитически продолжать. Но продолжать надо, понимая, что продолжать надо... Вот я уже объяснял вам, что у нас пункция имеет разрез вот здесь. Здесь у нас никаких неопределенностей, все нормально. А аналитически продолжать вот так вот, на верхний берег. То, что дает нам правило Фильмана, это функция на верхнем берегу разреза. То, что вычисляется по правилам Фильмана, это функция на верхнем берегу разреза. Если k2 больше чем 4m2, то вы находите... У нас есть разрез, и правило Фильмана дает нам функцию на верхнем берегу. Поэтому мы можем... Так вот... Вот если это минус и ноль, да? И считать, что когда k2 положите больше чем 4m2, то надо вот продолжать на верхнюю берегу. Ему, как квадрату, приписать положительную губую часть. Все. Значит, это будет степень ε. Правильно? Ну и вот теперь смотрим, что у нас есть отсюда. Вот здесь есть... Здесь у нас есть... Подню... Ну какие у нас члены есть, да? Да. Ну давайте посмотрим... Члены. Разбираться. Давайте разбираться. Все. Подню, подню. Два раза вы увидите подню. Да? Вот здесь. Подню, подню. И здесь подню, подню. Да? И это нам даст... Коню. Коню, да? На х квадрат. Два. Минус. Заминю. Давайте я обозначу вот этот знаменатель как d, как обозначить а. Вот это вот, все вот это обозначить через а. Чтобы не так сказать. Заминю на а. А, да? А здесь стоит умножить на х. Два, вы назовёте балансы электроэксилла. А здесь два. А здесь что стоит? Эпсилл минус единица. Правильно? Эпсилл минус единица. Правильно. Это вот член. Вот этот и вот этот. Теперь тут вот такие члены. Ну, они дают нам проще. Они дают там просто минус два. К. Мю. К. Ню. К. Ню. Да? И на х первой степени. Правильно? К. Вот он. Отсюда произошёл. К. 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 А что такое? Как мы можем получить член с P квадрата? Отсюда мы можем получить член с P квадрата. Ну, конечно, можем получить член с P квадрата. Как мы можем умножить? Ну просто свернем, свернем вот это помимо него и получим член стой квадрат. На d умножить. А? На d умножить. А что умножить? На d. Что умножить на d? Я не очень понял. Неправильно. Это если у нас знаменатели только в квадрате, а у нас p-kx, поэтому это неправильно. Это я говорил уже, когда я демонстрировал это усиление, я демонстрировал его не для этого интеграла, а для интеграла уже сдвинутого. Тогда... Понимаете? Конечно, вот здесь, когда я вычисляю в квадрате, то, конечно, видите, у нас есть вот этот член просто. От сдвижения. Да? От сдвижения. А потом уже по сдвинутому интеграли, когда мы перешли от интегрирования p, интегрирование p-k, появляется член стой квадрат. Понимаете? Александр Алексеевич, понимаете? Да. Что замечательно? Будем тогда на вас и архитировать. Это я не понимаю. А? То есть, вот последняя часть, это интеграла p-m, правильно? Вот это. Вот это. Ну, допустите. Да. Умножаем? 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 Почему? Вот это, что ли? Вот это умножаем? Ну, что вы говорите? А, вот это? Нет. Это правильно, конечно. Я и говорю. Все равно. Вот это умножаем. Да, конечно. Да, конечно. И что же мы получаем? Значит, вот этот член, я написал m квадрат, он входит с таким же множеством, как и этот член. Да? А если, собственно, минус p в квадрате. И, значит, минус p в квадрате, я повторяю, что мы здесь, здесь я уже наврал, и вы не заметили. Да? Вот этот член я написал правильно. Два в квадрате в квадрате, потому что у меня здесь будет пыль, и здесь будет пыль. Да? У двойки, друзья. Вот я его написал. А здесь я двойку не сократил вот эту двойку. А надо было сократить. Да? Надо было сократить. Этот мы набордачим. Ну, хорошо. Теперь я умножаю на жменю и не сокращаю. И не сокращаю. Тогда, ну давайте я выпишу, вернее, двойку не пишу. Тогда это будет жменю. На жменю. А потом всё это возьму с минусом. Получаю. К квадрат на х квадрат минус 2 на вот это самое А, умноженное на ε, а здесь делить на 2 ε минус 1. Правильно? Правильно. 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 И пишу это все отсюда с огромным знаком. И минус К квадрат х квадрат и плюс Д на ε на А, делить на 2 ε минус 1, да? Всё это или не всё? Всё это или не всё? Нет этого и всё. Потому что у меня есть ещё член П на К член здесь есть, да? А член П на К, ну понятно, что в члене, он же получается отсюда, просто умножить на К. Получается минус, или, или плюс К квадрат х квадрат, да? К квадрат, квадрат, плюс К квадрат х, пардон, плюс К квадрат х, плюс К квадрат х в первой степени. Да? О! Что же у меня получилось? Чего-то у меня получилось, да? Собрался это, М квадрат, минус К квадрат х на единицу, это тоже у меня А, да? Тоже получилось А. Тоже получилось А. А умножается, значит, я ему и несу А сюда. Получается единица. Всё, единица. Единица здесь была, да? Плюс вот это, Д, ε на 2, ε на единица. Что это такое? Что это такое? Как бы это еще с ним пологче расправиться? Пологче будет расправиться. Пологче расправиться. Так. И перед джеймином меня просто стоит А. Да? Перед джеймином меня просто стоит А. Перед джеймином стоит А. Да. 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 Ну ладно, давайте я все-таки напишу здесь, в коэффициент прижаминю. Напишу. Минус жаминю. Напишу ε минус единица. У меня ε минус единица стоит и номинатик. Минус жаминю. Минус жаминю. А, ε на единиц стоит и номинатик. Правильно. А. Хорошо. А здесь. Напишу. Здесь член. Вот это член. Это член. И плюс. Плюс. Минус. Потому, что здесь минус. Минус. Минус д пополам. Минус д пополам. Да. Да. И плюс. Опять минус. Минус ε-1. Что-то мне не нравится, потому что. Эпсилон минус единиц. Вот этот член. Я пополам. Вот этот член. Это просто будет плюс же дню. Да. Плюс же дню, да. Всё. Плюс же дню, да. Да. Что-то мне не нравится. Так. Не квадрат. Не квадрат. Не квадрат. Да. Но, правда говоря, не нравится. Хотя можно ещё и попробовать. Ну давайте напишу, что делать. Два коню, коню. Два коню, коню, ню коню. А здесь стоит минус даже два коню коню. Здесь стоит х на единице минус х. Да. И плюс же дню. Плюс же дню на какое-то страшное выражение. Плюс же дню. Но на страшное выражение, по правде говоря. Ага. Ну, что же я сделал это. Сделал это. Совершенно неправильно сделал. А вы меня. Вы меня не поправили. Здесь у нас был член с Женюнюм. Просто вот с этим М квадратом. Да? Где этот член Женюн с этим М квадратом? Вау. А? Вау. А, ушёл Ва. Точно ушёл Ва. А значит? Неправильно ушёл А. М квадрат, минус х квадрат. Да, может и правильно. Камю коню есть, минус х. Да, может и правильно. Да. Ну ладно. Погляди. Тогда. Хотя, мне кажется, что вот это вот не так реально. Дело в том, что мне нужна перепробочная двумя. То есть, у меня интеграл должен быть пропорциональным контекса уже именно на квадратах между коню-коню данных. Ну, не знаю. В принципе, это ещё может быть. Хотя уже, мне кажется, что это малопероятно. Видите? Потому что здесь какое-то страшное выражение. Страшное выражение. Страшное выражение. Я не вижу, что оно тисто там, где должно стоять. Должно стоять в... В 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 А вы вот тот нож не забыли? Какой? Вот который 2 на минус d по половине, и 1 на d. Вот этот нож? Да. Только почему же? Это есть епсилон, а это есть 2 на епсилон минус единица. Правильно? Вот он стоит. 2 на епсилон минус единица. Конечно, он стоит. Конечно, он стоит. Этот множественный. Да. Да. Но все-таки, валить у меня наврал. Давайте я с этим разберусь. А сейчас я вам дам... Вот смотрите. Давайте ориентироваться вот на этот шлем. Я думаю, что это будет правильно. И если это так, то... А если это так, то... Сравниваем вот здесь. Минусы коню коню на ка в квадрате. Тем членам, которые пропорциональны ка в квадрате. Получаем b от ка в квадрате. Равно ему... Ну, минусы оно сократится. Получаем b от ка в квадрате 4. Получаем, да. E в квадрате. Здесь... Гамба от епсилон. Деленная на... 4π. Я видим, левую половину. Вернем, да. Вот это уже, да. И остается интегралом. Вот dx. Разъестественная единица минус x. Правда... Здесь еще минус 2 стоит, да? Минус 2. Значит, получается минус 8. Это мне не нравится. Ладно. Минус 8 на 8. Бокский. Х на единице минус x. Делить на... М квадрат. М квадрат. М квадрат. М квадрат. Х на единице минус x. Да? В степени епсилон. А еще мю в степени епсилон. То получим... Здесь... Мы должны получить... Ответ. Какой бы вы думали? Интеграл в степени единицы. Здесь интеграл... Одна... Расходящаяся часть. Давайте... Ну, видим, что интеграл расходится при x-омостребящейся к нулю, да? Да. Расходится. Какая же расходимость? Значит... Расходимость... Значит... Я тут пишу. Это равно... При x-омостребящейся к нулю. Это есть... Единица... Здесь стоит единица на епсилон. Интеграл... Понятно, что это есть... Нулевая степень. Значит... Здесь беремый интеграл. Будет нам одну вторую. Да. Это интеграл. Одну вторую. Минус одна треть. Это одна шестая. А здесь получаем... Минус восемь умножить на четыре пи на альфа. Да? Четыре пи на альфа. А здесь... Четыре пи в квадрате. Да? Четыре пи в квадрате. Четыре пи в квадрате. И еще одна шестая. Четыре пи в квадрате. Что же мы получаем? Значит... Как я напишу? Напишу здесь... Равном минус... Альфа... Делить на три... Динь. Да? А здесь едиц на ипсел. Вот этот расходящийся член. Который... Который... Который мы обсуждали. Вот вам альфа за три пи. Видите? А едиц на ипсел это все, что логарифм... Все равно, что логарифм в квадрате. Да? Все равно, что логарифм в квадрате. А вам вопрос. Да. А куда гамма от епсел делали? Она уже как раз от нуля... Ну... Мы... Дело вот. Что мы делаем сейчас? Что мы сейчас делаем? Мы говорим. Гамма от епсел. Гамма от епсел. Это есть единица делить на епсел. Да? Гамма от единицы плюс епсел. А это гамма от единицы плюс епсел. Разлагаем по епселу. Да? Разлагаем по епселу. И сохраняем только члены, которые... Которые при епселу стремящемся к нулю... Они не закуняются. И что это за члены? Получаем единица на епсел. Плюс гамма от епсел. Ну... Что такое гамма от единицы плюс епсел? Это есть с на епсел. Это с константа или... Да? Или минус с на епсел. Ну ладно. Я думаю плюс гамма штрих от единицы. Что будет правильно. Да? Всё. Это разлагается при епселу стремящемся. Разлагается. Вот, значит... Теперь... Вот это 4π в степени 2 пополам... Это что такое? Это 4π в степени... Для пополам это что такое? Это 2 плюс епсел. 2 минус епсел. Пардон. 2 минус епсел. Вот... 4π в квадрате я здесь взял. 4π в квадрате, да? Значит... А 4π в степени 2 епсел я тоже разлагаю. Да? Разлагаю. То есть... Здесь я получаю плюс гамма штрих от единицы. Получаю еще плюс логарифм 4π. Когда 4π в степени епсел у меня пошло в числитель, да? Я разлагаю... Это есть 4π в степени епсел. Это есть е в степени епсел логарифм 4π. Разлагаю по епселу. И он, конечно, получил вот этот член. Да? Вот этот член. Все. Дальше. А дальше я еще должен... Ну что я еще по епселу не разложил? Только вот этот член не разложил. Правильно? Вот этот квадрат не разложил по епселу. И значит получается плюс... Плюс... А это что такое? Это есть логарифм... Это есть е в степени минус епсел логарифм а, который делить на µ в квадрате. Вот что такое. Да? Вот что такое. Вот этот член. µ в степени 2 епсел делить на вот это выражение. Это вот что такое. И мы его разлагаем опять по епселу. Получаем... После сокращения с этим логарифм мы получаем плюс... Вернее минус логарифм. Минус логарифм m в квадрате. Минус k в квадрате. x на епсел минус x делить на µ в квадрате. Вот так вот. Всё. Плюс шведы, которые зануляются в герцелу в степени. А? Вот здесь стоит... Да, здесь уже можно интеграла... Вы представляете? Здесь, конечно, стоит интеграл от 0 до епселу до x. Там... Интеграл просто туда сногнили лиц. И вот только они интеграла на рюк. Вот. Вот эти члены. Эти члены. Вот если раньше, когда начали пользоваться размеры статикулизации, то перенормировку проводили так, что выбрасывали вот этот член. Да? Выбрасывали вот этот член. И эта схема гердлобировок называлась МС схемой. Да? Ну а потом сообразили, что всегда это единица на епселу ходит вместе с этим. Откуда единица на епселу произошла? От гамма, от епселу. Правильно? От гамма, от епселу произошло единица на епселу. И поэтому единица на епселу всегда ходит с этим членами. И с этим членом, потому что надо еще 4-3 степени эксилу разлагать. И вот, значит, поэтому теперь отбрасываем вот эти члены. И эту схему перномеролог называют МСБАК. Вот МСБАК. Это вот такая схема, в которой отбрасывают ряды членов вот эти члены. Ну, это некое конечное... Чем это МСБАК отличается от МСБАК? Ну, это конечная переномировка заряда и массы. Больше ничем. Ну, вот так. Вот так. Этот интеграл. Но он, вообще-то, сводится к Т-логалификам. Этот интеграл, да? А, нет, он вообще вычисляется. Он вычисляется вообще через логалифики. Ну, немножко можно повозиться и получить вычки этого интеграла. И я его, ответ для этого интеграл я сейчас вам напишу. А? Ну, вот, у нас там стоило х на умножить на х, но это тоже должно быть, правильно? Здесь, о, поддон. Вот здесь, конечно, есть х. Их и единица минус х. Это замечательно, что вы заметили. Их и единица минус, которые вот здесь стояли. Конечно, никуда не делось. Конечно, никуда не делось. Ну, интеграл, это вычтение интеграла в каком-то смысле не мешает. Ну, немножко усложкает, но не важно. И вот, в результате, что же получается-то у нас? В результате для этого интеграла. Для этого интеграла вот мы получаем уже перенормировку, да? Ну, а можно проводить перенормировку по-другому. Я говорю, что вот эти члены просто отбрасываются. А в каком-то интеграле они, как проводится перенормировка? Вычитается значение вот этого полиэффицированного оператора в нуле, да? В нуле. При К равном нулю. Ну, понятно. Эти члены, конечно, выпадают, да? Ну, и этот член вне стальми квадрата. Что здесь появляется? М квадрат появляется, и все, да? Если при К равном нулю вышли, проводим вычитание, то вне стальми квадрата появляется М квадрат. И значит, вот к вам предназначение, Значит, мы можем ли поставить p от k в квадрате, вагу на дешейку, и p от k в квадрате, или p от k в квадрате, да? Вагу на дешевую. П от кав. Равно. Вот оно почему равно. Уже после вычитания, да? Итак, после вычитания все получается вот что α делить на φ а здесь так напишем 1 иллията плюс 2 как квадрата плюс 4m квадрата на 3 а здесь напишем ну, можно по-разному писать ну, я не знаю, вот у меня так написано хотите, такой пишите, хотите такой пишите, а здесь стоит квадратный из единицы минус 4m квадратных делить на минус k квадрат единица пардон плюс 4m квадрат делить на минус k квадрат почему я его так пишу? ну, потому что, чтобы видно, что при k квадрат с отрицательным это выражение подходит в своих положительных выражениях а дальше, если k квадрат положительный опять видно, что особенность появляется при k квадрат больше чем 4m квадрат да, k квадрат больше чем 4m квадрат а здесь стоит значит логарифм 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 какой же логарифм ну, ладно, потянуть, пожалуйста, можно писать но здесь можно писать так, как логарифм единица минус k квадрат делить на 4m квадрат такой корень минус плюс корень квадратный плюс минус k квадрат делить на 4m квадрат вот так вот ну, так и все так это для логарифма это для вот этой скобки все вот такое выражение ну такое выражение что еще можно сказать про него ясно, что при больших k квадратах это логарифм при больших k квадратах ну скажем для простоты отрицательных большие и отрицательных k квадрат видите? это большой логарифм логарифм k квадрат на 4m квадрат ну, под корень это единица, да? вот, основной член это значит такой правда здесь стоит знак минус чтобы не наврать вам единица минус корень из единица на плюс 4m квадрат хорошо вот это выражение значит я повторяю что если k квадрат отрицательные небольшие то тогда здесь логарифм у нас есть тут логарифм значит большой и это главный член то есть можно написать что ты при m k квадрат при k квадрат много больше чем m квадрат это примерно равно альфу делить на 3pi логарифм k квадрат делить минус k квадрат делить на m квадрат альфа на 3pi логарифм минус k квадрат на альфа квадрат да все правильно да плюс вот так при k равном нулю нормально все нормально при k равном нулю при k равном нулю ну конечно нормально хотя здесь эта запись ну не очень удобна при k ну видите что логарифм здесь зануляется при k равном нулю у меня стоит здесь логарифм единица да проводится разложение вот поем и все нормально другое дело что промежутки промежутки от k равного нулю до k равного 4m квадрат этот логарифм на самом деле не логарифм а архтангенс потому что здесь логарифм комплексного выражения стоит при модуле обравленных единиц то есть тут логарифм это есть на самом деле фата просто которую можно записать через адхтангенс но это не очень интересная область не физического значит а b от k в квадрате при k в квадрате немного меньше m квадрат ну конечно это 0 как мы знаем ну в силу как мы нормировку сделали в квадрате и это если это сложить то получается опять же хотите проверить то получается минус а деленное на на 15 15 pi и на k m квадрат вот такое его участие выражение вот ну я повторяю это следствие пентагировки вот что интересное синтетическое поведение о котором я говорил и которое на самом деле связано напрямую с неударядной ситуацией вот как мы уже говорили вы или с ванновским борисом для пропагатов в общем две стороны одно и не дали что еще сказать после пропагатов нужно еще еще что вообще-то полезно сказать даже более нужно можно вычитать по-другому по-другому вычитать я уже повторял несколько раз что аналитические свойства у коллекционного альбината какие это функция вещественная функция переменная k квадрат если k квадрат рассмотрен комплексом плоскости с разрезом от k квадрат равным до бесконечности ну а конечно значение такой функции определяется мнимой частью значение мнимой частью на разрезе как определяется значение мнимой части на разрезе так где же вы это стереть ага вот это можно стереть значит мы пишем что мы делаем пишем теорему кальшир просто пишем да теорему кальшир мы говорим p ну любая функция p z это есть интеграл z z' делить на z' минус z а здесь стоит p от z' и p в этом пишем такой интеграл это формула Каши которая вам хорошо известна но формула вот этот интеграл ведется по контурам который окружает точку z окружает и не содержит никаких под интегралам никаких других особенностей кроме вот этого полюса ну а если у нас есть наша функция мы знаем его возможности написали вот это соотношение ну вот у нас z написали вот такой контур такой контур да и ставим этот контур раздувать туда уходим на бесконечность и на бесконечности разрываем ну и этот контур в результате у нас идет вот контур становится вот таким вот контур ну мы можем так считать что он контур замыкается на бесконечности вот этот контур он где-то на бесконечности замыкается но это вот часто дисконечности отбрасываем и получаем вот такое соотношение да получаем интеграл вот по такому контур то есть получаем уже перекажу к вещественным получаем p k в квадрате а здесь вот интеграл вот по такому контур да p p ну dx ладно пока dx стрих ну и когда я переводил по такому контур у меня интеграл идет отсюда интеграл по верхнему берегу разрезы и по нижнему они входят с противоположными знаками потому что в одном случае они идут сюда в другом сюда и значит входит разность а разность это будет две нервы в части в силу того что функция у нас несчастья и поэтому получается двое сокращается а здесь появится интеграл 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 от 4 ну в данном случае 4m в квадрате 4m в квадрате потому что разрез начинается с 4m в квадрате до бесконечности до k в квадрате милой части p от кр к квадрате минус кв вот такой получается интеграл ну правда правда Ежели его подставить в нему часть, попробовать проинтегрировать, интеграл-то разойдет с вас, да? То есть этот, где же я схемичил? Схемичил, так когда контур раздувало, да? Я раздувал контур и выписал на бесконечности части, а это нельзя делать, ежели функция плохо ведется, недостаточно быстро убывает на бесконечности. Поэтому в таком виде соотношение не справедливо. Что мы можем делать? В этом случае пишется дисперсионное соотношение с вычитаниями. Что в смысле какое? Предположим, мы знаем эту функцию где-то в какой-то точке, но в такой точке, где она вещественна. И берем разницу между п от к в квадрате и минус п от к ноль в квадрате. И делим до к квадрата минус к ноль в квадрате, да? Пишем так. П от к квадрата минус п от к ноль в квадрате. Для к ноль это какое-то фиксированное значение. Так а квадрат минус к ноль в квадрате. Для него пишем дисперсионное соотношение. Для вот этой функции. Ну тогда мнимая часть опять будет здесь. Для вот этой же функции, да? Для вот этой же функции. Но эта функция, поскольку к ноль в квадрате и содержит мнимые части, и это тоже, поскольку к квадрата и к ноль в квадрате вещества не все пишется. Здесь появляется множитель к штрих квадрат минус к ноль в квадрате. Вот что появляется, да? Это уже дисперсионное соотношение с вычитаниями. Ну, можно два вычитания делать сколько угодно. А в электродинамике мы знаем, что p от нуля равно нулю. И тогда соотношение приобретает такой вид. k квадрат делит на π. Вот такой вид. Такой вид приобретает дисперсионное соотношение. И вот можно вычислять p в квадрат по дисперсионному соотношению, вычисляя мнимую часть. Вычислили мнимую часть и нашли. По дисперсионному соотношению зашли в полную пленку. А как вычислять мнимую часть? Можно вычислять п в квадрат по дисперсионному соотношению. Можно, конечно, на геограмме. Есть такое правило. Берем диаграмму. Разрезаем ее. И 2 bi на мнимую часть. Для вычисления 2 bi на мнимую часть полюбционного оператора надо разрезать диаграмму. Ну, 2 bi на мнимую часть называется, значит, скачковой диаграммой. Для вычисления вот такого скачка надо разрезать эту диаграмму и в пропагаторе заменить единицу на k квадрат минус m квадрат плюс 0, заменить на 2 bi delta функция p квадрат минус m квадрат плюс 0. Так вот, делаем такую замену минус 2 bi delta q от p квадрат минус m квадрат плюс 0. Такую замену мы уже сделали в пропагаторах. Ну что, это отвечает тому, что мы переходим к частицам на массовую поверхность. d delta p квадрат минус 0.2 мы сажаем частицы на массовую поверхность. Ну и все частицы, у которых пропагаторы разрезаны, для всех их мы сажаем на массовую поверхность. И таким образом вычитаем в мнимую часть. Вот есть такой способ вычисления в мнимой части паниограмма. Вы должны знать, что есть такой способ. Ну и даже в мнимой части паниограмма. А есть еще вещество другое. Можно связать его с физически наблюдаемыми. Для приличного оператора. Связать с наблюдаемыми величинами. Как это можно сделать? Ну вот понятно, что на самом деле, опять, можно так состраться на соотношение унитарности. На соотношение унитарности. Будем смотреть в мнимую часть амплитуды рассеяния вперед. Вот у нас е плюс е минус. Вот такой вот амплитуда е плюс е минус в е плюс е минус. Амплитуда перехода е плюс е минус в е плюс е минус. И будем смотреть в мнимую часть. Как у нее появятся мнимые части? Вот у нас входит в низшем приближении. Вот как-то е плюс е минус е плюс е минус. Так у меня е плюс е минус переходит в е плюс е минус. Ну, конечно, здесь никакой мимой части нет. А потом мы можем подрисовать оператор поправки. Вернее, вот в эту пункцию грина поправки. Рисовать, да? Нарисовать первую поправочку. Получили... Вот уже несколько леваний. Есть реальное промежущее состояние, да? И видим, что в мнимой части... А это же мы получили... Ну, понятно, это какой-то хвост, это какой-то хвост. Получили, с одной стороны, в мнимая часть амплитуда рассеяния вперед, это полное сечение, да? А с другой стороны, это выражается через полификационный оператор, да? Через полификационный оператор. Мневую часть полификационного оператора. И получили связь, что... Мневая часть... Ну, скажем... Ну, здесь правда. Когда мы смотрим полификационный оператор для вклад электронов в полификационный оператор, да? Тут у нас, вы понимаете, что у нас сечение промежущее состояние... Электрон-позитронное промежущее состояние... Возникать могут быть еще и не из полификационного оператора. А вот, скажем, если мы возьмем вклад мионов в полификационный оператор. Вклад мионов в полификационный оператор. Ну, понятно, что вычисления будут те же самые, да? Но только вместо электронной массы будет неодная масса, да? Да. Так вот. Давайте обозначим этот вклад мионов в полификационный оператор. И можно тогда его вычислить так, что... Вклад B в мимой части... B в мюм от К в квадратном. Вклад мионов в полификационный оператор. Она есть некая константа на сигма. На сигма... На какой это? Ну, наверное, на сигма... Е плюс Е минус... Е плюс Е минус, да? На сигма константу только надо найти, да? Как найти константу? Ну, конечно, можно просто посмотреть. Из диаграмм выцарапить константу. Ну, мы попытаемся немножко обхитрить. Значит... Как мы попытаемся обхитрить? Вот возьмем вот этот полификационный оператор. Прикла квадрат больших, да? Прикла квадрат больших, да? И... Что же мы увидим? Прикла квадрат больших... Что же мы увидим здесь? Что... Мимую часть его возьмем. Что нам нужно сделать? Мимую часть. Это надо написать... Здесь, видите, минус к квадрату. Я говорил, что как надо продолжать теперь? Это хорошо. Хорошо определено при отрицательных к квадратах. А при положительных к квадратах... Это зависит от того, на какой берег разрезан мы пойдем, да? А надо идти наверх, что берег разрезан. Мы говорили, что... Правила Феймана дают нам амплитуду на верхнем берегу разреза. На верхнем берегу надо написать... Минус к квадрат... Минус и ноль, да? Минус и ноль. Тогда какая будет мимая часть предположительных к квадратах? Минус и π. Логарифм будет... Логарифм отрицательных числа. Причем с аргументом вот... Минус... Ну, когда здесь у нас стоит логарифм... К квадрату минус и ноль. Ну, можно так сообразить. К квадрату по равному нулю. Что это такое? Какая фаза? Какая фаза? Минус π пополам. Правильно? Логарифм минус и. Да? Фаза. Логарифм числа. Есть логарифм модуля и фаза. Плюс и фаза. А фаза какая? У минус и какая фаза? Минус π пополам, да? Ну, а значит, если довернули, то должна быть минус 3. То есть, в немая часть будет... В немая часть. В немая часть. В асимтоте. П от квадрата. Равно чему? Альфа. Минус альфа. Да? Минус альфа. Делить на 3. Да? Минус альфа делить на 3. Да? Минус альфа делить на 3. Вот. Минус альфа делить на 3. Это в немая часть. Вот, между прочим, я вам говорил, что соотношение унитарности, оно нам, ну, в каком-то смысле, нуль заряд. Почему, во-первых, штаб, что во всех теориях есть тут заряд? Потому что, видите, у нас, по соотношению унитарности, у нас, мы получаем связь с полистонным оператором и сечением. Значит, обневая часть, естественно, она у нас однозначно определяет весь полистонный оператор. Поэтому... Поэтому... Ну, так, грубо говоря, если в электритамике мы имеем ноль заряд, то и во всех других теориях имеем ноль заряд. Ну, это совсем примитивно, но где-то... Где-то так. По идее, это так. Дальше. Ну, вот, мимая часть. А теперь... Ну, а как... А вы же знаете, вот, сечение как ведет себя, да? Сечение ведет себя как? Да? Знаем? Как оно ведет себя, сечение? 했. Сечение. он ведет следующей, сечение, это не плюс-приминус восьми точки, оно по чему равно? А тогда, ну, нам на чем равно? Pα² делить на 3к квадрат. Правильно? Или нет? На 3к квадрат. да? Вот четыре – да. Четыре третьих, да. Четыре третьих. Пи А2 на 3К2. Так что в этом токе вот это соотношение мы можем написать. То есть мы должны что здесь написать? Альфа-натри, да? Альфа-натри, а значит умножить еще на ка квадрат, ну это естественно ка квадрату. Четыре пи А2. Вот. Такое, посмотрите, значение. Какая у вас не только связь между прямой частью прививционного оператора и сечением. Ну вообще-то говоря, да, какая связь? Ну, на самом деле, что? Да? Откуда вот сечение Е плюс Е минус или плюс и минус? Здесь? Да. Потому что по идее сумма по всем прививочным состояниям, правильно стоит? Ну, мимо частью амплитуда равна. Правильно, но мы берем вклад данного прививочного состояния, да? Мы считаем как вклад окном. Вклад окном считаем, и все, я говорю, что там, если я говорю о Е плюс Е минус, скажем, то там, конечно, вклад электролога есть. Я говорю, давайте смотреть вклад мионов, специально сказал, вклад мионов в прививционный оператор, да? Вклад мионов, да? Тогда этот вклад откуда, понятно? Ну, когда, когда, с одной стороны, у нас индивидует вклад мионов в прививционный оператор. С другой стороны, у нас есть оптическая теория для полного сечения Е плюс Е минус, или для амплитуды рассеяния, или пусть и минус, где и ноль, да? Амплитуда рассеяния, внимая часть амплитуда рассеяния равна полному сечению, да? Но в этом полном сечении есть вклады различных состояний, правильно? Полное сечение. Что значит? Е плюс и минус во что-то, да? И сумма по всем промежуточным состояниям. Мы смотрим, а как у нас появляется промежуточное состояние с мионами здесь? Смотрим, только мионное промежуточное состояние. Ми плюс, ми минус, пар. Как появляется? Только через вот такую геограмму появляется. Здесь Е Е, здесь миу-миу, да? А почему нет, так сказать, и миу-миу, и миу-миу? Мы смотрим, как проявляется полиализационный оператор в этом сечении. И мы видим, что, ну я не знаю, вот, вот появляется, вот смотрим сечение. Как сечение изображается? Сечение просекнулся и минус, как изображается? Вот так оно изображается. Мы берем одну геограмму и квадрируем ее. Вот это геограмма для сечения. Смотрите, а, допустим, сечение же есть по мраховскому, связанное с вершиной, ну, вершиной по мраховскому, правильно? Причем вы берете вот эту геограмму, а остальные не берете. Какие? Я говорю, в данном порядке теории возмущения. Ну, вот есть и по мраховскому вершину, да, сейчас фатону. Ну, здесь никаких следов миона нет в этой геограмме. Это у нас все равно будет входить в мимую часть? Мне же нужно вклад мионов в поляризационную геограмму. В поляризационную геограмму. Вклад мионов. Ну, поэтому я с собой, я беру, я беру вот эту вот мимую часть амкитуды рассеяния, е плюс, е минус вперед, мимую часть, которая выражается через такое сечение. И смотрю вклад в этом сечении мионов, вклад мионов в это сечение, да? И этот вклад мионов, он связан напрямую с поляризационным оператором. Я просто вижу, что этот поляризационный оператор входит в это, выражается. Через мимую часть поляризационного оператора выражается это сечение. Я не понимаю вашего вопроса. Еще раз повторяю, что поправки, которые вы говорите к вершине, они никакого отношения к мионам не имеют. Но мне нужны мионные вклады, поэтому... Нет, просто вот, есть техническая фермера, да? Да. А вот, ты, мимая часть, она просто сумеет по всем этапам. Да. А вы берете это, и тут вы кусок вырываете. Ну, давайте я припишу миону еще специальный заряд, да? Могу я это сделать? Ну, какое-то число квантовое, и буду считать, что... Ну, буду считать, что, на самом деле, в электродинамике я не обязан считать, что заряд миона равен заряду электронов. Другой заряд. Ну, точно, у меня у кварков есть заряд, там, одна треть, там... Заряд миона, я буду считать, какое-то число ему припишу, да? Я гляжу в обоих частях те слагаемые, которые содержат это число. Что ж тут не понятно? Так, какое-то это соотношение. Но, ну, для мионов оно, конечно, никакого, ну, никакого особого смысла не имеет, это соотношение с теми ионовами. Но, зато оно имеет большой смысл для других. Для адронов. На самом деле, точно так же будет выражаться в немая часть кирпле. Если у меня вклад адронов в поляризацию вакуума, то там будет плюс-инус в адроны, очевидно, да? Вот такое соотношение. Такое же будет соотношение. Потому что... Ну, еще раз повторяю. Вот я вычисляю сечение Е плюс и минус в адроны. Как я изображаю это сечение Е плюс и иную саду в адроны? Вот это у меня Е плюс и минус Е Е Переходит в фотон, а фотон рождает адроны. Я должен вычислить это сечение. То есть, как я вычисляю это сечение? Я беру диаграмму. Диаграмма дает мне ватричный элемент. Я беру этот ватричный элемент. Квадрирую. Квадрирую этот ватричный элемент, да? И беру сумму по этому проведущему. Интеграл по всем проведущим состояниям, правильно? Этот интеграл не что иной, как гео-чет, ну с какими-то сочностями. До вот этих хвостов, которые интересуются, с точки вот до этих хвостов. Этот интеграл и есть прямая часть от клана адронов по лицам с вакуумом. Вот и все, весь смысл этой формулы. А откуда взялась вот эта аль? Вот этот вот шинфиак? А ну мне хвосты как раз и сократили электрон-поэстронные хвосты. Вот это сечение содержит гневую часть функционного оператора, умноженное на электрон-поэстронные хвосты. На электрон-поэстронные хвосты. И вот эти вот... Этот множник сократил эти самые электрон-поэстронные хвосты? Да? На константном направлении для альмиона? Да. Валайганский. Правильно говорите. Вы же понимаете, что константы... Это же хвосты. Они... Что для альмиона, что... Что для альмиона рождаются, что... Адроны рождаются... Хвосты-то одинаково. Хвосты-то зависит только от альмиона. Это не зависит от хвосты. Понимаете? Эта константа сокращает электрон-поэстронные хвосты. Да? А это, конечно, тогда то же самое, что и для альмиона. И поэтому... Значит, вклад адрона... Вклад адрона... Мы можем написать... Вклад адрона в поляризацию вакуума... Можем написать следующим образом. Что? 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 П... Адронный... 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 Правильно. К квадрат... На 4П квадрат альфа... А здесь будет стоять... Сигма... Сигма... Не плюс... Не минус... Переходит в квадроны... Да? Сигма не плюс и не минус... Переходит в квадроны... Да? Ну и иногда вводят величину r, которая есть вот это сечение, к сечению, к меонному сечению Ну и тогда выражают интеграл через величину r Ну, можно переписать это через величину r Я еще раз говорю, что обычно, часто, или обычно, вводят r в величину r в величину, которая есть сигма, где плюс и минус матроны берет на сигма и плюс и минус меоны Ну правда, по правде говоря, это берется не сигма и плюс и минус меоны Потому что сигма и плюс и минус меоны, что это такое? Сигма и плюс и минус меоны Если это эксклюзивное сечение, именно только в меоны, то это вообще ноль, правильно? Да? А тогда что имеется в виду, когда мы говорим сигма и плюс и минус меоны? Вордовское приближение, конечно, берется Вордовское приближение Вордовское приближение есть четыре третьих Пи Альфа квадрат Сли Ну, на С Это от С С энергетические переменные Р от С, говорят Вот чему равно Вот чему равно Ну, можно подставить, выразить Сигма это через Р Ну, это ищу Эр Измерение ищу Эр Является одной из важнейших задач Установок, которые действуют в институте Ядерной Физики Знаете, да? Да А почему, а зачем она нужна, это ищу Эр А почему она интересна, а? Как раз для того, чтобы считать Как раз для того, чтобы считать полиационный оператор, да, вот таким способом, да Потому что, ну, что касается вклада ионов в полиационный оператор, то его и аналитически можно посчитать и в одной петли, и в двух, а если понадобится, то и в трех А что касается адронов, то есть здесь ситуация-то склятная, потому что адроны это сильно взаимодействующие частицы, сильно взаимодействующие частицы, поэтому считать-то ничего нельзя Ну, правда, слава Богу, при больших передачах импульса сильное взаимодействие становится слабым, да? Ну, не тем слабым, которое есть, которая фермиевская, а слабым в том смысле, что константа сильного взаимодействия убывает с ростом передачи импульса Или угаривает на малых расстояниях Это при больших передачах импульса уже можно пользоваться, на самом деле, таким представлением, что адроны состоят из квартов И, значит, все считать накладом уровнем, да? В квартовой хромодинамике можно считать вот эту величину R, можно считать вот эту величину R Да, ну, но в области энергии там порядка клева? Нет, нельзя пользоваться теорией возмущения И поэтому, как делают? Ну, вот говорят, что, а, давайте назовем вот этот интеграл на несколько областей, вот Ну, здесь, конечно, уже 4π в квадрате, да? Вот, от 4π в квадрате до какой-то области, там, да? 3π в квадрате, да? А дальше уже можно пользоваться теорией возмущения И подставлять уже не искренне От 4π в квадрате до 3π в квадрате Подставляем экспериментальное значение, а дальше уже пользуемся теорией возмущения КХД И вот таким образом считается проекционный оператор Почему? Руку поднимали А, да, да, да Я хотел спросить, а вот как определяются границы, когда начинают работать теория возмущения? Да, в глаз Ну, как, ну, вы понимаете, что Как это? Развалять можно и по параметру Одна вторая, да? Одна вторая Хороший параметр или нет? Это в зависимости от задачи Вот если возьмете формулу Стирлинга, да? Да И при гамма... Гамма... Попробуйте посчитать гамма от двух, да? Да Ну, замечательно работает формул Стирлинга Хотя она азимплотическая была, да? Да Прекрасно работает Знаешь, одна вторая прекрасный параметр А в другой задаче Не то, что одна вторая А одна тысячная тоже плохой параметр, понимаете? Поэтому Все это сказать невозможно Еще раз повторяю, истинно всегда конкретно Да Ну, а практически, ну, как можем, так и считаем Что делать? Истинно Вот Так А почему интересно Интересен Поливерационный оператор? Ну, вот Может быть, основной интерес Святым Ну, вообще, есть две задачи Одна, это бегучесть константы связи, да? Бегучесть константы связи Мы вот поговорили, что Можно так написать, что Связь Константы связи в одной точке И в другой точке Электромагнитная констант Они связаны через поливерационный оператор Правильно? Значит, ну, скажем, при высоких энергиях, скажем, в области Z-базона Удобно пользоваться не константной связи, которая есть одна 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 Сто тридцать седьмая Которая определена на больших расстояниях А удобно пользоваться константной связи, которая определена как раз на массе Z-базона Поэтому связь между этими константами связи Ну, вы знаете, что при массе Z-базона уже электромагнитная константная связь альфа Это уже не одна сто тридцать седьмая Одна там Какая? Одна сто двадцать Какая? Осмая 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 Не помню Ну, уже другая константа Так вот, эта связь Ясно, что нужно связать надежно связать эти константы И вот для связи этих констант требуется коллекционная пилота Это одна задача Но, может быть, она не такая актуальная в настоящее время Но в настоящее время выглядит более актуально Задача о магнитном моменте Виона Потому что в этой задаче как раз есть в измерении В магнитном моменте Виона есть противоречия Противоречия Теории эксперимента Которая Ну, не знаю Кто-то придает ему серьезные значения Кто-то не очень Ну, есть противоречия Там Более чем на три сигма На три семь, что ли сигма Расходится теория Расходится эксперимент с предсказаниями теории Ну, это какая-то все-таки уже знательная ошибка И Вот Потом собираются Теперь собираются Повторять эксперимент еще Повышать точность И это требует повышения точности При их вычлении коллекционного оператора Как ходит коллекционный оператор? Ну, понятно, мы на вами в моменте Вот так вот ходит коллекционный оператор Вот так Здесь есть кладь адронов Коллекционный оператор Что касается аномального магнитного момента Мы, значит, поговорим Как раз Вот сейчас Прервемся Минут на десять И поговорим Хорошо? Еще То есть, что просто снять это противоречие Нужно знать коллекционное Нужно стать, да С хорошей точностью Я еще раз говорю Эксперимент еще будет Точность Эксперимент будет повышаться И это требует повышения точности коллекционного оператора Но, к сожалению, не только Если бы только коллекционный оператор туда входил Да Но там не только коллекционный оператор входит Еще в взаимодействии адрона входит Четырехфотонную Четырехфотонную Диаграмму Понимаете? Диаграмма, грубо говоря Рассеянник Вклад адрона В Рассеянник Фотона на фотоне Да? Оно Оно тоже входит Вот Такую диаграмму Вот здесь Видите? Это вот Меон Да? Это фотон Он взаимодействует с меоном Эта диаграмма тоже приводит к появлению аномального магнитного момента Но здесь огромный вклад Огромное в проявленном состоянии И наибольшей неопределенности Ну, эта диаграмма, конечно, дает меньший вклад Чем вот та диаграмма, которую я нарисовал Но зато она известна гораздо хуже Понимаете? И точности В общем-то, по правде говоря, имеет смысл улучшать точность этого Только если точность этого тоже будет улучшена Как это будет происходить? Пока не понятно А? Да А? Можно пояснить что Что здесь? Да Ну, рассеянная фото... Ну, кварковая петля, например Да? Из нее три фотона Из нее три фотона Ну понятно, кварковая петля это на кварковом уровне Когда мы... Ну, понимаете А когда мы... Ведь на самом деле не дачи импульсов, которые здесь важны Ну, это... Порядка масс-мьода Передачи И это вовсе... Это, конечно, область сильного взаимодействия Где... Считать, что... Ну... Гек-кварки сильно взаимодействующие частицы И поэтому такую диаграмму рисовать... Ну, это просто глупость, да? Потому что надо рисовать все диаграммы Или лучше как-то извлекать информацию из имеющихся данных по адронным низкоэнергетическим взаимодействиям, да? То есть эффективные диаграммы рисовать, когда здесь пимизонным Объединение пимизонным, да? Ну... Кварковый язык здесь не копится Но для того, чтобы... Я не знаю... Ну, можете представлять что Вот кварковая... Есть кварковая петля? Конечно, есть она Но эта кварковая петля... Она... Ее вклад ничуть не выделит по сравнению с такой петлей, когда здесь еще глиончик обидел Кварки обидуются глиончиком одним-двумя-тремя и в бесконечности Да? У всех их надо учитывать Поэтому... Пойду... Расчет на кварковом языке невозможен Понятно? Так... Передуточек Мы еще... Не знаю... Не знаю... Не знаю... Не знаю...